Наконец-таки увижу нового Фредди! Здравствуйте, это Лачужные Вести, с вами снова Джейн Ромеро! Вышел новый патч! А значит, в следующем крупном обновлении нас ждет новая глава с картой! А теперь к новостям! Биллу Овербеку задержали выплату пенсии! Выдать деньги обещали когда-нибудь! Поэтому на консолях Дед выйдет в следующем патче! Открылась запись на повторное тестирование Vanilla Gameplay Experience! Сущность выбери 2000 игроков из Европы, владеющих игрой на ПК, которым нужно будет сыграть не менее 20 раз! Без перков, аддонов, предметов и в одиночку! А сейчас Лори Строуд в специальном репортаже покажет вам новую расстановку на карте Детский сад Бекхэм! Добрый день, дорогие зрители! Я провела исследование новых вариаций карты Детский сад Бекхэм! И теперь готов показать вам результаты! Помимо старой вариации появились 4 новых, которые я вам сейчас и покажу! Карта номер 2. Начнем с Лачуги. Она находится на юге карты. Спам окна и дверей случайно. По правую и левую сторону размещается подвальный или двухэтажный дом. Они обозначены голубым цветом. В северне Лачуги черным цветом обозначена главная дорога. А над ней, посередине, изображен тот самый Детский сад. Детский сад и Лачуги окружают открытые поля за случайной генерацией досок. Отмечены зеленым на схеме. На третьей карте, слева снизу, вы можете видеть Лачугу. Голубым обозначены дома, черная дорога, детский сад прямо посередине и зеленым отмечены полетные поля. На четвертой карте Лачуга снизу. После дороги два дома. Рядом палетные поля и сверху детсад. Как вы можете заметить, по форме карта получилась достаточно необычная. Пятая карта оказалась весьма небольшой. Слева Лачуга, два голубых дома, детсад, дорога и совсем немного палет пупов. Ой, лупов. А теперь мы узнаем, кого же бафнуть следующим. И в этом нам поможет наш любимый Фредди и колесо Фортуны. Давай, давай. О, да. Давай, крутись. Ихея. Давай, крутись. Ух ты, какая неожиданность. Это будет нерсо. Поздравляю. На этом мы заканчиваем. Передаю слово. Джей. Очень эмоционально, Лори. Все выжившие с нетерпением будут ждать этого бафа. А сейчас постоянная рубрика «Купите это немедленно» с Эйсом Висконти. Здравствуйте. Наконец-то вышел Касплей на Клеопатру для нашей любимой Ачме. Очередные тряпки, обрамленные золотыми побря кошками, шлем гладиатора, элементы доспехов и вейв с прекрасным рубином. Это все вам обойдется в 1080 золотых клеток или 21600 радужных осколков. Спасибо, Эс. Сегодня что-то быстро. А далее никому не нужная рубрика «Хромтайн». Но сначала реклама. Проблемы с бытовыми приборами? Не знаете, что происходит под капотом вашей машины? Скопилось много мусора, а самой не убрать? Мукля на час! Всем привет! Это снова ваша любимая рубрика «Хромтайн». И сегодня в нашей программе Гибкость! После ускоренного прыжка через препятствия вы получите ускорение на 3 секунды! Де-жа-ву! Я просто был в этом месте Вызывает усталость на 40 секунд! На бегу усталость не проходит! Перк принадлежит Фэнг Мин из главы «Искра безумия» и стоимость перка составляет 2000 радужных осколков! Без сожаления! Вы начинаете матч раненым и вылечить вас невозможно! Но вы не истекаете кровью! А стоны от травм заглушены на 50%! А также вы можете вставать с земли самостоятельно! Стоит 2000 радужных осколков и принадлежит Тейвиду Кингу из главы «Колыбельная для темноты» Но перк просто мусор! Оставьте лучшее напоследок! За каждый удар по неодержимому выжившему вы получаете по жетону! Каждый жетон дает вам по 5% к уменьшению времени вытирания оружия! Всего у вас может быть 8 жетонов! Но если вы ударите одержимость то потеряете 2 жетона! Стоит 2000 радужных осколков и принадлежит Майклу Майерсу из главы «Хэллоуин»! Детище света Восслужняет ослепление на 80% а восстановление происходит на 50% быстрее! Принадлежит деревенщине и стоит 2000 радужных осколков! Перк очень полезный! Перк очень полезный! Если вы играете в 2016! На безрыбье и рак рыба! Поэтому я бы выбрала гибкость для выживших и оставьте лучшее напоследок для убийц! На этом все Даю слово тебе День Ага, спасибо, очень интересно А наш выпуск подходит к концу Подписывайтесь на Лачужные Вести И помните Смерть Это не выход Смерть